Сколько онкологии было вызвано употреблением мяса? Сколько лет жизни потеряны из-за рака, который можно было предотвратить? Каждый год более 5 миллионов лет, которые потенциально могли бы быть прошиты, потеряны из-за рака лёгкого, рака молочной железы и рака толстой кишки. То есть, определение и улучшение стратегий, направленных на предотвращение рака, является приоритетным направлением. Особенно если учесть, что не более чем 2% онкологических заболеваний обусловлены только генетическими факторами. Остальные 98% обусловлены внешними факторами, например, питанием. В наиболее полном и обобщенном обзоре доказательств по связи питания и рака приведены рекомендации, что следует есть преимущественно продукты растительного происхождения для того, чтобы предотвратить рак. Это означает, что каждый должен основывать свой рацион на растительной пище. Не просто есть крупы и бобовые каждый день, но с каждым приёмом пищи. Что касается ты, которые может увеличить риск развития рака, то данное руководство было прямо и откровенно, в отличие от других, которые советовали людям всего лишь умерить потребление вредных продуктов, например, ешьте меньше сладостей. Руководство по предотвращению рака не стало смягчать слова, когда дело касается самой страшной из всех болезней. Например, они рекомендуют не просто снизить потребление кассированных напитков, а полностью исключить их. Рекомендуют не есть поменьше бекона, ветчины, соседских хот-догов, а исключить обработанное мясо. Точка. Потому что нет данных, которые бы показали, что есть уровень потребления обработанного мяса, который не был бы связан с развитием рака. Обработанное мясо можно рассматривать как мощный полиорганный канцероген. Оно также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Красное мясо вредно, но обработанное мясо ещё хуже, и в эту группу попадает и белое мясо, например, куриные индюшные рулеты и нарезки. Сердечно-сосудистые заболевания, как диабет, нет удивления в том, что потребление обработанного мяса связано с увеличением риска смерти. В Европе учёные почитали, что если снизить потребление обработанного мяса до уровня четверть хот-дога, а меньше 20 грамм в день, то данная мера может предотвратить 3% всей смертности. Это было второе по величине исследование по теме питания и рак. Оно включало более 400 тысяч людей, а самое большое исследование, которое включало более 600 тысяч, было проведено в США. Исследователи выяснили, что количество предотвращенных смертей может быть ещё больше. Они предположили, что 20% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин можно предотвратить, если снизить потребление обработанного мяса до уровня 3 грамм колбасы в день. Субтитры создавал DimaTorzok